он еще не обанкротился что ли я думала поспать чтобы мой танцгивинг начался ярко включен на всю громкость телевизор это какой город это нью-йорк в нью-йорке будет большой парад который устраивает магазин мессис каждый год до это в нью-йорке почему мы не там рейн в нью-йорке рейн а в омахе и снова до сегодня обещают снег сегодня 26 по фаренгейту самое холодное время за этот год но не год за этот период зима наверное началась все у меня начинает самое интересное надо вставать и готовить брекфаст да 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 я знаю и что я хотела еще сказать смотрите как красочно хотя в нью-йорке видите капельки идет дождь но сделали еще очень красочным таким прям знаете все выступают люди вот там на открытом воздухе стоят феликс говорит раньше говорит это шоу показывали по всем каналам в прямом эфире а в этом году мы видим этот парад только на двух каналах и фельс говорит смотри какое резкое отличие можно показать вот смотрите сейчас он покажет это вот на главном канале это какой канал сейчас был смн или какой и бисе себе а здесь фокс и вот а это на другом канале как идет парад игру феликс что-то не так ярко очень этот по-настоящему не нарисовано другие цвета смотрите видите все по-другому вот вот эти какое отличие здесь прямая трансляция и другая трансляция на другом канале на финиш ну-ка давай туда переключим сейчас мы бинал здесь тоже санта-клаус будет видели как ярко другая расцветка феликс на этом канале смотришь как будто и дождя то там нет парад продолжается уже третий час поблюдаем мы шоу у нас уже елка уже есть немножко подарки как говорится предновогодняя пора уже начинается феликс уже колдует на кухне сегодня феликс готовит роллы до rolls ты делаешь так феликс будет делать роллы я готовлю начинку я буду готовить десерт всем привет на канале американская жизнь русской жены надеюсь 25 попытка будет удачный муж срочно хочет участвовать в процессе всяким всякими способами пытается попасть в кадр сегодня у нас день благодарения там сгибинг я всех поздравляю с этим праздником кто отмечает вот нау не слышала я ты чё там что-то придумал получишь феликс я видео делаю ты слышишь ты меня слышишь феликс окей дверь закрой так продолжим вы уже знаете что я шестой год подряд отмечают день благодарения в своей новой семье для меня это новый праздник новый опыт новая семья и в этом году я решила поделиться каким был танцгивинг день благодарения настолько большой праздник в америке что в этот день никто не работает то есть практически абсолютное большинство организации сегодня четверг феликс мне сказал что танцгивинг всегда выпадает на четверг я не знаю но я запомнила что он так прокомментировал и даже вот ритейл стори которые всегда открыты в танцгивинг не открыты только два праздника даже 4 июля не такой масштабный праздник как танцгивинг и крисмас это два праздника когда абсолютное большинство всего что работает закрыта вот так они очень близко и тепло отмечают этот праздник хотя в принципе в практическом моменте это просто семья собирается за общим столом ничего религиозного никаких разговоров об истории просто какой-то повод приготовить традиционную индейку которую в основном готовят только на танцгивинг а татьяна вячеслав на индейку готовят только на крисмас но ничего страшного потому что мы на танцгивинг все время ходим в гости и турка ждет нас там поэтому мы для себя нашли альтернативу американцы очень любят этот праздник именно что как бы чтобы вся семья собралась вместе и всего лишь хотя в принципе история очень много об этом говорят вот итак что у нас в этом году в этом году стол был наполовину пуст то есть не было трех семей представляете три больших семьи не пришли бабушки не было стояли пустые стулья и чувствовалось что очень тихо не было той энергии которую я видела четыре года назад даже три года назад то есть когда впервые я приехала и впервые я посетила этот праздник в этой семье для меня это казалось какой-то такое знаете очень семейная очень дружная очень такое необычное ну в принципе традиционно для америки для меня это ладно очень такая интересная семейная посиделка на которой все так пронизано семейными ценностями но в этом году мы не вовремя начали опоздали гости не вовремя пришли что это бывает крайне редко еда не была вовремя готова стол был наполовину пуст я имею ввиду гостями было много еды но вы не поверите почти никто ничего не съел то есть очень много еды осталось на тарелках то есть вот с кем не поговоришь мы все за столом сидим как принято приглашается к столу есть шведский стол все наполняют свои тарелки садятся за стол за столом общая молитва потом все приступают к трапезе после трапезы никто никуда не встают все остаются на местах и начинается беседа то есть начинают все разговаривают то есть шум стоит в этот раз к столу пригласили никто с места не двигается второй раз к столу пригласили третий раз уже громко сказали вы чего не слышите вас к столу пригласили ну хозяева квартире квартиры хозяева дома хозяин как бы всегда все слушались а сегодня как-то все было очень слишком расслаблено кроме того когда все начали усаживаться за стол почему-то решили провести молитву когда еще не все уселись и получается тарелки не были наполнены люди не сидели по своим местам опять нестыковка потому что я опомнилась там сейчас я отрывок ставлю я опомнилась когда уже молитва шла я подхожу там стол пустой еще никто ничего все стоят опять потом когда молитва закончилась потихонечку начали выстраиваться перед банкетным перед шведским столом а у нас так распределение мест было что мы с феликсом сидим в проходе и надо чтобы все уселись и только мы в конце можем сесть самыми последними и получается и молитва была и за столом все не сидят и и мы сесть не можем потому что не все еще уложились вот и потом еще никто ничего не ел то есть даже феликс я вроде бы мы самые такие сильные люди по внешнего вида я не хочу есть не хочу и не могу и придется это все забирать с собой то есть не выбросишь в контейнер и дома до кушать я говорю как так и рядом и хозяин и все вокруг а в самом деле еда то есть ты не так голоден как хотелось бы еда отлично все в порядке и поэтому как-то было вот в этом плане удивление следующее недоразумение это мы не могли пообщаться мы не могли найти тему для разговора то есть темы были обрывистые у нас получается почти все ли все сели на одну сторону вторая сторона пустые стулья стоят и все к друг другу что-то кричат если кто-то что-то о чем-то поговорить хочет и так минут 10-15 посидели и потом вторая половина которая ничего не слышит говорят давайте-ка мы рядом с вами сядем рядом с нами сели и разговор вообще не клеится мы давно друг друга знаем всегда было так весело в этом году все было я бы не сказал что я некомфортно себя чувствовала я чувствовал себя достаточно комфортно но просто было очень quiet то есть очень тихо какая-то другая энергия какое-то другое состояние и что самое интересное мы никто то есть все хором мы не вспоминали о плохом мы не о чем мы только на позитиве но тем не менее как-то все прошло очень мирно тихо и не было того excited как конечно пожар тот сгивинг это знаешь это что-то такое грандиозное нет было очень тихо мы всего лишь три часа побыли и потом все спокойненько разошлись обнялись мы с феликсом заказали хлеб в старинном литовскому в литовской пекарне всем подарили по хлебу также мы с феликсом были в карнхайску на ярмарке и на ярмарке мы купили специальные такие конфетки дети сами делали то есть поделки своими руками от детей и мы с феликсом сделали как бы мы выкупили всю партию потому что феликс сразу обратил внимание что это делали дети и потом настали за столом мы каждому возле тарелочки поставили вот эту поделочку и очень все так к этому отнеслись как сказать что это поделка своими руками и сделано как бы феликс сделал такую благотворительность он еще это все выкупил еще сверху подарил школе вот детям которые все это делали и потом как бы как подарочки и маленький было у каждого перед столом дети потом играли это такие маленькие индейки сделанные из леденцов конфет шоколада такие оригинальные не на фотографии не будет но если будет я обязательно ставлю все очень мило к этому отнеслись очень хорошо в честь бабушки было принято решение что теперь каждый танцгивинг я буду делать вот этот знаменитый вафельный торт потому что это бабушкин торт и ничего со стола так не было сметено как этот торт то есть этот найти как мороженое из кимо ты его начинаешь кушать и ты уносишься на 20-30 лет назад в свое детство вот с этим тортом точно так же то есть я его не готовлю часто у меня есть своя фишка рецепта то есть какая-то свой секретик который все обратили внимание и таким загадочным образом мой секретик который я знала когда я его приготовила когда бабушка его попробовала она сказала что это за ее детство и она мне сказала как она делала и у нас кажется совпало все секретики совпали и бабушка была под впечатлением и теперь всегда могут я всегда готовил этот торт и теперь это уже стало традиционно то есть раньше я могла на разные праздники приносить а теперь мы уже договорились что именно на танцгивинг с меня этот десерт вот что еще интересно было на этом танцгивинге погода была теплая ну прохладно но трава зеленая если вот так на минуточку вот обещали снег никакого снега не было дождя не было был только холодный ветер я думаю что в зиму в 1 декабря мы зайдем еще без снега тоже удивительно в этом году год год на удивление очень необычный вот и танцгивинг не был исключением вот так мы провели время семья встретилась я вот только сейчас вспомнила да что как таковой бабушку никто и не вспоминал единственное что или на рассказала что теперь вот такая традиция это для нее и все но мне понравилось все были на позитиве семья была но у нас вообще-то новые члены семьи появились у нас свадьба была да вот на свадьбе там новые у нас женишок появился ребеночек подрос больше у нас никто не беременный пока что так тихо но я думаю что завтра будет горячо потому что сразу вслед за днем благодарения наступает черная пятница называют black friday и есть определенные традиции у black friday и я расскажу о них в следующем видео а сама была татьяна и встретимся уже наверно завтра сейчас немножечко отдохнем и снова бой потому что феликс сказал чтобы вставать в 4 часа утра потому что один магазин с 5 открывается и туда надо быть первым дядьки уже скоро 55 с копейками он еще как мальчишка надо первыми бежать ладно над этим я буду смеяться завтра танцгивинг прошел спокойненько все мы все в порядке адель очки не было все адель очка переехала я была только с родмилой все птенчики разлетаются еще раз всех поздравляю с днем благодарения желаю большой теплой семьи хороших дружеских близких отношений будьте дружными старайтесь собираться старайтесь больше проводить времени с близкими и конечно же не забывайте говорить своим близким это очень важно говорить своим близким как вы их любите как вы любите своего мужа какой любите свою дочку какой любите своего сына как вы любите свою маму как вы любите своего папу побольше говорите хороших добрых слов потому что сейчас этого не хватает это вот да и и и и и и и